Семинарская, 35, центр города. Рядом славное десантное училище, площадь Ленина, сквер Маркелова. Из двора этого дома виден музей Павлова с резными наличниками. О таком расположении жилья вроде бы только мечтать. Но на удачном расположении плюсы этого дома заканчиваются. И как только входим в подъезд, нас встречает картина, которую жильцы наблюдают ежедневно. Не выдерживая таких интерьеров, люди пишут в социальные сети. Вот по такому анонимному сообщению наша редакция и отправилась сюда. Вонь стоит на весь подъезд. Звонили, просили. Нам только обещают пробить душ и привести все в порядок. Уборщицы на этом доме нет от слова совсем. А также просим и жильцов этого дома не портить себе жизнь самим. И комментарии под постом соответствующие. Что за жесть? Тут реально живут? Лестница в преисподнюю что ли? Мне иногда снятся кошмары, и там обязательно такие же лестницы и подвалы. Каждый раз просыпаюсь с криками. Здесь можно фильмы ужасов снимать. Там невозможно не то что жить, даже зайти на пару минут. Действительно, вступая в подъезд, вы оказываетесь окружены невыносимыми ароматами канализации, помоев и еще чего-то. Наступая на лестницу, старайтесь не вляпаться и не прикоснуться к чему-нибудь гадкому. Стучимся к жильцам, чтобы узнать, как они вообще здесь живут. Тараканов очень много. Вот в 48-й комнате очень много тараканов развивают. Там невозможно жить. И подъезды? Бегают по комнатам. Вообще никто не убирает. У нас вообще будет смерть людей. У нас подвали, подвали управляющих компаний уже года три, наверное. Там течет канализация. Они вообще канализацию не ремонтируют. Там у нас душ в подвале. Вообще невозможно прийти в душ, помыться. Там все залиты канализации уже три года. А там комары с подвала. Следующая дверь. Здесь вообще все течет, мы уже не пользуемся, потому что сделали себе каждую раковину. А у кого нет вот новенькие, ну естественно, здесь бардак. Здесь надо все менять уже. Текло. Мы на всякий случай подставим, чтобы что-то текло. А вот теперь нас ведут в душ. Дело в том, что дом этот построили в 80-х, как общежитие приборного завода. Помывочные есть не во всех комнатах. Говорят, когда-то здесь работал общий душ в подвале. С той стороны мужской, вот с этой женский. И были нормальные души. Вот когда-то при заводе были приборным. А вот как вот отдали нас, это уже давно. И вот так вот все. И когда приборный завод вот следил за этим, трубы менялись и все. А сейчас все вот здесь вот так плавает. Здесь надо давным-давно. Я не знаю, пройдете вы здесь или нет, но здесь ужасно. Здесь, ну здесь вообще вот все плавает. И мне это уже давно. И поэтому, я не знаю, мы скоро утонем. Но здесь вообще дурдом. И дело в том, что мы еле спасаемся от комаров. Они оттуда идут. Душ есть не у каждого. Жильцы обустраивают его как могут. А те, у кого возможности нет, получается, остаются ни с чем. Кстати, души затопилось здесь уже года три назад, по словам жильцов. С этим вопросом мы обратились в управляющую компанию. Семинарская, 35. Это ваш дом? Да. Скажите, пожалуйста, там вот души в подвальном помещении полностью залиты канализацией и людям мыться негде. Как-то будет решаться этот вопрос? Сейчас узнаю, вчера должны были пробить. Вчера должны были пробить. Три года уж там они залиты и там вообще невозможно даже зайти. Во-первых, не три года залиты, а во-вторых, мы каждую неделю устали оттуда ездить, кставать пакеты канализации. Туда в то-то все время. Мы каждую неделю ездим, кставим пакеты. И не три года она залита. Понятно. А уборщица там будет когда-нибудь? Там вообще невозможно зайти в подъезд, грязь? Поменяем. Что? Мы сейчас ее поменяем, будет уборщица в следующей неделе. Надо сказать, доля истины в словах директора есть. В подъезде пустые банки и бутылки, а за это все-таки отвечают жильцы. В анонимном сообщении в соцсети, кстати, об этом тоже упоминалось. Но ситуация с антисанитарией, которую зафиксировала наша съемочная группа, крайне запущенная. Мусор от дома вывозить ответственные за это компании, очевидно, тоже не считают нужным. Так и живут брошенные в центре города рязанцы, зарастая мусором, грязью и утопая в ароматах канализации.